Сообщил председатель правления и о том, что фонд Дому запускает новую уникальную технологию кредитования. Кроме поддержки от государства в виде снижения процентных ставок по кредиту, получить его можно будет всего за 2-3 дня. Свой новый продукт авторы проекта так и назвали Микродому. И одна из первых областей, где руководство фонда намерено внедрить новую технологию, это Алматинская область. И еще есть 7 выпуска. 5 теплец, 2 овощехранилища, 7 откормочных площадок по меньшей мере на 10 тысяч голов, 4 товарно-молочные фермы и 3 интенсивные сада. Всего 54 новых инвестпроекта будут введены в этом году в сферу сельского хозяйства области. Планы на перспективу были озвучены в ходе совещания работников агросектора под председательством Серегжана Бескимпирова. Сумма грандиозных проектов не менее масштабная, свыше 56 миллиардов тенге. При этом государство гарантирует погасить затраты аграриев субсидиями в размере 863 миллионов тенге. Впрочем, до конца года будут открыты еще немало инвестпроектов. Заявки аграриев приняты, а сумма субсидий будет увеличена еще на 2,5 миллиарда. Перспективное начинание создаст еще 1800 новых рабочих мест. На повестке дня еще один актуальный вопрос – создание кооперативов. Это поручение было дано самим главой государства в одном из посланий народу. Это веление времени, сказал тогда президент. Тем более, что с вступлением в ВТО отечественная сельхозпродукция должна конкурировать с мировыми производителями. Сделать это по одиночке мелким крестьянским хозяйством практически нереально. Кооперативам же в этом плане гораздо легче. Они будут заниматься объемным производством, переработкой, избытом собственной продукции. Работа по созданию кооперативов началась и в Алматинской области. Решением Акима области создана рабочая группа по разъяснению основных положений закона о создании сельскохозяйственных коопераций. В январе 2016 года с помощью фонда финансового поддержка сельскохозяйства в Лидийском районе прошло большое собрание по созданию кооператива по производству молока. По итогам было принято решение о создании кооператива с участием девяти крестьянских хозяйств по производству молока. Разрабатывается пилотный проект по созданию кооператива по Анфиловскому району по производству кукурузы. Ведутся работы совместно с Институтом экономики по производству сахарной свеклы в Лидийском районе. Продолжение следует...